Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Мать в сердцах прокляла сына. Как исправить зло? Вопрос встречный у меня. А со стороны сына было ли зло? Или это просто? Знаете, бывает и такое. Мать во всем ввенит сына. И как только он не исполняет ее прихоти, начинает угрожать, проклинать и всячески злословить. В муках тебя рожала, для себя растила, а ты неблагодарная скотина, так ко мне относишься. И начинается припоминание заповедей Священного Писания, почитая родителей своих, совершенно искажая смысл этой заповеди. Заповедь предполагает помощь родителям, когда они оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Старость пришла, бедность. Эта помощь может идти не от сердца, по некоторому даже внутреннему принуждению. Но она должна быть. А любить от всей души родителей, с которыми уж очень отношения не сложились, совсем не обязательно. Но при том ты все равно обязан их обеспечивать. Опять же, тут бывают разные ситуации. Хорошо их обговорить с духовником. Но вернемся к вопросу. Кто виноват в том, что мать или отец тебя на словах прокляли? Если ты принеси достойные плоды покаяния. И это, может быть, придется совершать не один день, не один год. Заслужить, если хотя бы непотерянную любовь, ну, хотя бы некоторое снисхождение, придется доказывать, придется помогать. Прощение должно быть деятельным. Опять же, каким именно можно обговорить? Или уж с самими родителями, или с женой, если есть, или с духовником. Здесь нужен все-таки индивидуальный подход. А если проклятие совершенно бессмысленное, то припоминайте слова из притчей Соломоновых. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Все. Ну, а если уж виноваты, то напомню слова из Священного Писания. Иван Георгий Анатфеев говорит, сотворите же достойный плод покаяния. Принесите настоящее раскаяние. Не сентиментальное, не на словах лишь. Прости, как синоним слова, отвяжись. Отдеятельное. И всем желаю отношения с родителями иметь дружески, в любви, в понимании, не раздражая друг друга. Аминь. Аминь.